Здравствуйте, друзья! Как обычно, по пятницам мы знакомим вас с удивительными женщинами. И к нам в долю, в нашу, приходят женщины, чья женская доля заводит и заносит их в совершенно какие-то удивительные сферы и почти в открытый космос. Но, наверное, еще ни разу мне не было настолько приятно представить вам нашу сегодняшнюю гостью, потому что мне кажется, что это какой-то совершенно уникальный новый человек, которых должно быть много. И я хочу вас познакомить с исполняющей обязанности директора научно-исследовательского и проектного института генерального плана города Москвы, Карима Нигматульна у нас в студии. Здравствуйте, Карима! Здравствуйте! Слушайте, ну я, правда, не случайно расточаю вам комплименты, потому что, когда я открыла вашу биографию, и увидела на фотографии это очаровательное юное свежее лицо, я подумала, может быть, я... Ну, мне что-то не то прислали, какая-то ошибка. Не может московский чиновник, тем более начальственный чиновник, быть, а, таким юным, б, таким милым, и вообще как-то это все очень для меня необычно и непривычно. Вам всего 30 лет, даже еще, наверное, не исполнилось. Еще не исполнилось, буквально через месяц только. Да, и за это время вы успели поучиться в Принстыне, поработать с Биллом Гейтсом и возглавить генплан Москвы. Это, с одной стороны, фантастика, с другой стороны, вот я хотела бы в ближайший час выяснить, как такое возможно, и наверняка это объясняется вполне реальными какими-то причинами. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваша деятельность в качестве главы генплана Москвы? Институт генерального плана – это самый крупный институт вообще в Европе даже, который занимается тематикой градостроительства. Что такое градостроительство? Это тематика более-менее в каких объемах, где что строится, и балансировка не только строительства объемов именно зданий, но и различной инфраструктуры, то есть транспорта, метрополитена, дороги, рассмотреть, где трамваи должны проходить. Мы проектный институт, поэтому мы не то чтобы правительственная такая структура, мы не совсем официально готовим весь материал, а потом он уже утверждается мэрией Москвы. Поэтому мы вот именно такие проектировщики, и наша задача именно подготовить правильное решение, хорошее, обдуманное, детальное, учитывающее мнение жителей, но в конце концов утверждается оно именно правительственной структурой. И, конечно же, самый главный документ, который исторический институт разрабатывает, это генеральный план города Москвы. Это мы разрабатываем проект закона, который потом тоже утверждается и Московской городской думой. Это вот такой важный самый-самый документ на 20 лет вперед, как должен город развиваться. Это очень такая интересная работа, довольно такая и математическая, и градостроительная, и архитектурная, и транспортная, инженерная, и экономическая. То есть очень-очень много факторов увязывается. Наверное, самое прекрасное в институте что? Что у нас именно многопрофильный институт, у нас есть и архитекторы. Обычно, когда люди думают, институт генплана, наверное, все архитекторы. Но архитекторы — это только небольшая часть. У нас есть и экономисты, и социологи, и экологи, и транспортники, и инженеры. Прям все-все-все отраслевые разделы. В этом-то наша и уникальность, и сила, что все направления мы можем так изучить. А город же многопрофильный, поэтому специалистов таких много разных — это тоже для нас колоссальнейший плюс. Да, но с другой стороны, вот кто-нибудь нас сейчас слушает и, может быть, в пробке стоит и, как всегда, страдает от того, как у нас некоторые процессы в городе и в архитектуре устроены. И думает человек, и я тоже думаю, ну же эту Москву строили-перестроили, застроили-достроили, обстроили. Куда еще ее можно развивать? Как еще можно что-то в ней поправлять? Я понимаю, новая Москва, да? Там конь не валялся. А вот все-таки в Москве, в ее исторических таких границах, в пределах МКАД. Вообще-то территорий для реорганизации их довольно много. Если посмотреть на промышленные зоны, которые есть, ну, например, территория ЗИЛ. Гигантская территория, прямо на реке. Вообще, по логике, территория на реке — это золотая территория, это должна быть самая комфортная. А то, что там сейчас происходит, ну, скажем, это не совсем для каждого человека понятно. Заборы не пройдешь. А сейчас как раз есть такой проект, где эта территория будет реорганизована, и будет там такой и жилой квартал, и рабочие места, и спортивные места, и парковая зона. Хотя некоторая часть, которая функционирует по ЗИЛу, она еще и остается. Но вот прямо реорганизуется вся эта территория. Но что важно вообще смотреть, у нас есть промышленные зоны. У нас, если так же посмотреть, есть еще железные дороги, которые прорезают город, и есть прям ряд территорий, где вот только брошенные собаки бродят, и все, и территория заброшена. А вообще очень-очень странно, что в центре города есть такие территории. Поэтому есть над чем поработать. Но один из проблем для нас всегда, что мы, когда смотрим на Москву, все знают наши московские пробки, это просто, ну, кошмар. Все-все мучаются. И одна из тематик, это, конечно же, что дорог у нас очень не хватает. Если посмотреть по плотности уличной дорожной сети Москвы и сравнить ее, например, с европейскими городами, мы отстаем где-то в 5-6 раз. И даже если сравнить с теми, с китайскими городами, которые, кажется, ну уж Китай-то как они могли нас обогнать. И даже Китай в 3-4 раза плотнее по уличной дорожной сети, чем Москва. Ну вот как раз Китай мне даже больше кажется в этом смысле очевидным, потому что там тоже какая-то такая экономика развивающаяся, они все время что-то устроят. А старая добрая Европа, все, кто бывал хоть раз в столицах каких-нибудь, типа Парижа, Лиссабона, там, я не знаю, Мадрида, прекрасно знают, что там так себе тоже с движением. Да, но почему-то там и народ там вроде не меньше, чем у нас, но почему-то там трафик более адекватный. Да-да-да, но плотность все-таки уличной дорожной сети отличается. Это один из факторов. То есть у нас меньше дорог, чем Парижа. У нас меньше дорог, да. Есть еще несколько факторов, что у нас не всегда хватает именно таких дорог капиллярных, небольших. Не магистрали вот такие большие, прибольшие наши шоссе, а капиллярность, которая проходит через, есть такой термин, мы говорим, микрорайоны, наши спальные районы. Они именно даже так вот в советское время были конструированы, чтобы внутри была пешая доступность, и они закрыты для автомобиля. А сейчас автомобиль становится неотъемлемой частью человеческой жизни, и очень неудобно проезжать, и большая территория, она непроницаемая и неудобная. А если посмотреть на территории тех же европейских городов, они именно вот нарезаны этой сеткой, и поэтому легче проехать. И поэтому скопления таких пробок, они все-таки так не формируются. Но с другой стороны, в центре становится все больше пешеходных улиц. Да. А вообще здесь, если говорить о транспортных проблемах, я верю, что решение о транспортных проблемах, это не только строительство дорог. Дороги, да, нужно достраивать, систему нашу инфраструктуру улучшать, но это проблему не решит. Менталитет. Менталитет — это одно, но нужно еще и развивать структуру. У нас все наши рабочие места, они все в центре. Есть такой термин, который сейчас активно используется — полицентричность, что нужно развивать полицентричный город. Что это вообще означает? Полицентричный город сейчас у нас моноцентричный. В центре Москвы у нас все рабочие места, связанные со всем. И бизнес, и культура, и правительство. Все-все-все сконцентрировано. И получается, что большинство людей проживают вне центрального административного округа, а работают большинство именно в нем. И из-за этого, когда мы все едем утром в пробках, все едут в центр. А противоположная сторона пустует. И даже те дороги, те линии метро, которые у нас есть, используются неэффективно. Могли бы больше перевозить, но просто никто туда не хочет ехать, потому что там рабочих мест нет. Поэтому идея, что должны формироваться рабочие места не только в центре, а вот как раз в других административных округах, в так называемой периферии, вне центра. И как раз здесь идея новой Москвы тоже должна нам немножечко помочь. Что это получает своего рода контрмагнит по рабочим местам. Но рабочие места это не единственный фактор. Конечно же, должны быть места и для досуга, для отдыха, для людей, чтобы не только в центр на Красную площадь можно было... Не говоря уже о детских садах и поликлиниках. Конечно, конечно. Но, слава богу, у нас в этом смысле неплохо. Если посмотреть даже на другие города, здесь Москва может похвастаться, что у нас социальная инфраструктура, и все обеспечено, советские нормы, они были довольно жесткие. И в Москве, в ее исторических границах, ну, мы молодцы. Здесь мы молодцы. А вот с рабочими местами, с рекреакцией, мы немножечко так сконцентрировались в центре слишком-слишком сильно. А ведь у нас все живут... 90% москвичей, они живут вне Садового кольца. А получается, столько всего сконцентрировано там, что нужно распределять более равномерно. Ну, судя по тому, как вы сразу влились в тему московских проблем, особенно проблем с трафиком, это больной вопрос. И вам, очевидно, часто приходится об этом рассказывать. Но я уверена, что у наших слушателей есть вопросы к вам из каких-то других областей. 65, 10, 99, 6, московский телефон, сайт финам.фм, заходите на страничку программы «Вдоль». У нас в гостях Карима Нигматулина, ИО-директора научно-исследовательского проектного института Генплана Москвы. Редкий случай задать вопросы человеку, который охотно, радостно и как-то очень так вот, ну, доходчиво на них отвечает. Поэтому 65, 10, 99, 6. Сколько лет вы в Генплане? Вот скоро будет два года. Как ИО, но вы же еще были заместителем. Нет, я пришла заместителем 2 апреля, два года тому назад, и где-то год тому назад стало... В феврале 13-го. У нас в Доле Карима Нигматулина. Продолжим после новостей. Оставайтесь с нами вдоль. У нас очень интересная беседа. У нас в гостях ИО-директора научно-исследовательского и проектного института Генплана Москвы Карима Нигматулина. Не успела я озвучить телефон, как сразу посыпались звонки. Давайте на них ответим, а потом я все-таки начну... Мы с вами расскажем нашим слушателям вообще, как вы оказались у руля Генплана. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Заключается он ниже следующим. Я проживаю в Головинском районе, недалеко от улицы Зеленоградская, платформа Мостельмаш. У нас сейчас там строится от фестивальной Северной Хорда. Я бы хотела понять просто, существует ли какой-то план развития улицы Зеленоградской, потому что говорили в управе, что она пойдет чуть ли не в сторону центра, будет расширяться. Просто у нас там рядом жилые дома. Мы вас поняли. Спасибо большое. Я очень прошу, уважаемых слушателей, все-таки такие вопросы директору Генплана не задавать. Вы можете узнать. Давайте уже, Светлане, ответим. Но я вас очень прошу, если вы звоните с такими вопросами, то этого делать не надо. Вы можете это все узнать в своей управе. И для этого не нужно дергать Кариму. Пожалуйста, задавайте какие-то глобальные вопросы. Или, я не знаю, но давайте не будем о развитии отдельно взятой улицы в отдельно взятом районе. У нас на это не хватит времени. У нас всего осталось 40 минут. Но я представляю, что вопросов такого рода на самом деле очень много, потому что информация это то, что не всегда хватает жителям. Они говорят, ну что же, как же у меня будет моя территория развиваться. Я, если честно, вот прям сказать конкретно, что с этой улицы прям сходу не смогу. А по поводу северо-восточной хорды, да, это как раз такой проект развивается. И задача этой северо-восточной хорды, чтобы у нас появились дополнительные связи между третьим транспортным кольцом и МКАДом, потому что у нас таких связей поперечных сейчас не хватает. И идея хорд, что она идет не просто таким кольцом, а проходит, то есть соединяется вот такая хордовая связь, она идет, пересекает МКАД, как раз идет связь с обходом, который Санкт-Петербургская дорога, идет новая, которая построена, и все увязывается, и она проходит наискосок и выходит в сторону уже юго-востока. Эти хорды планировали уже вы? Эти хорды частично уже и я, но с моей командой, команда уже начала работать где-то, наверное, три года тому назад над этим, а я вот два года тому назад присоединилась. И хочу еще напомнить вам, уважаемые слушатели, что Карима рулит генпланом всего год, и она не в ответе за то, что происходило там с Москвой до ее появления в все-таки исследовательском проектном институте генплана Москвы. Лидия Петровна, здрасте. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, боюсь, что у меня тоже что-то в этом роде. Ну, давайте. Покороче, Южный округ, район Царицыно. В 2009 году предполагалось его перестроить. Я даже не сделала вот в архитектурном институте проект уже. И вот в управе мне сейчас ничего толком не могут сказать. Будут ли перестраивать Южный округ, да? Четвертый микрорайон Южного округа. Спасибо. Наверное, все думают, что у меня, наверное, компьютер в голове. Что я могу посоветовать, если есть такие вопросы? Прямо обращайтесь в институт, мы с удовольствием вам поможем. Есть, можно на сайте посмотреть как раз. Есть телефон какой-то горячей линии? Да, 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 да. Все это есть. Мы как раз недавно, это одна была из моих инициатив, что люди интересуются, они знают, куда позвонить. Поэтому мы даже специально сделали такую службу, чтобы люди позвонили, задали свои вопросы, и хотя бы можно было человека направить в правильную сторону. А не помните номер телефона? Сходу, если честно, не смогу. Но на сайте института, сайт института, это genplanmos.ru, там вся эта информация есть. Мы сейчас будем тоже работать над тем, чтобы и на сайте можно было некоторые запросы свои направить, потому что понимаем, что иногда просто вот нету, не хватает информации. Но управы префектуры, это то правильное место, они должны этой информацией владеть. Если нет, то мы постараемся поможем, как можем. Но не все проекты курируем мы, но хотя бы, если сможем, то обязательно направим в правильный департамент. Расскажите, пожалуйста, немножко все-таки о себе. Вы необыкновенная девушка, потому что вы вообще родились в семье академика Российской академии наук. Ваш папа Роберт. Да, Роберт Скандреевич. Да, Роберт Нигматуллин, знаменитый академик, который работал и за границей, и в Соединенных Штатах. И, в общем-то, наверное, это как-то сказалось на воспитании. Ну да, еще и к тому же я довольно поздний ребенок. У меня родителям было уже за 40, когда я родилась. И они уже... Мама тоже наукой занимаются? Да, мама тоже кандидат наук. Она больше по направлению все-таки химия занималась и фотохимия. Вот такая тематика. А папа физик-математик. Да, папа физик-математик. То есть у меня родители технари-технари. У меня еще старший брат, на 15 лет меня старше. Он тоже физ... Вот именно такая физмат-науки, мехматы. Это вот прям наша вся семья. Мы все технари. У нас и математика. Мы с этим дружим. Вот. И... То есть вам вместо детских сказок читали физику для малышей, например, да? Ну, наверное, где-то на таком уровне что-то в этом роде было. Хотя папа мне с домашним заданием по математике практически никогда не помогал. Я один раз к нему обратилась. Он говорит, ну как, ты можешь сама разобраться? Давай ты что, не соображаешь что ли? Давай посиди по нам, напрягись и разберись сама. Поэтому в этом смысле деталей-то нет, но всегда стояла цель, что я должна в этом разобраться. И, наверное, в возрасте там пяти лет, если спросить, вот что ты будешь делать в будущем? Я бы сказала, знаете, я буду обязательно доктором наук. Я буду... Вот это у меня было в таком самом младенческом возрасте. А каких наук не важно было? Ну, какие-то технические, математические, физические. Вот я с математикой всегда дружила, мне математика нравилась. Признаюсь, у меня по русскому языку были иногда и тройки. В этом смысле не всегда отличные. Зато по английскому, наверное, проблем не было никогда. Ну да, с английским. Хотя я когда... Я в 10-летнем возрасте приехала в Америку первый раз. Меня папу пригласили быть... преподавать и вести научные проекты в институте, который называется Rensselaer Polytechnic Institute. И я, 10-летний ребёнок, приехала, и меня сразу направили в английскую школу, где одни американцы. И всё, что я знала, я могла сказать hello, yes, no, my name is Karima. И на этом всё с таким русским акцентом. А вариантов там в какую-то школу при каком-нибудь посольстве и прочее не было, да? А вот знаете, это специально родители решили, что этого делать не надо. Я в 7-летнем возрасте 3 месяца провела во Франции. Тоже папу пригласили. И мы, именно родители, меня направили в школу при посольстве в Париже. И всё-таки французский язык, я говорю на французском языке, но я сама слышу свой акцент, и всё-таки у меня только такой, ну, разговорный язык французский. А английский, я прям чувствую себя как рыба в воде, меня американцы не отличают. Это за счёт того, что полное погружение, вариантов нет, и в 10-летнем возрасте мозг ребёнка, он быстро-быстро всё впитывает, и как-то каких-то комплексов нет у нас, когда мы все постарше, как-то неудобно, начинаем стесняться. А в 10-летнем возрасте мы все дети там что-то играем, чего-то, что-то учимся, и автоматически, быстро, я уже в течение трёх месяцев что-то там уже... Ну, болтаться никогда не вызывало каких-то затруднений? Ну, я бы не сказала, что вот было так прям сложно, или я мучилась, я, наверное, время от времени переживала, я помню, что мне, наверное, было где-то лет 14-15, и я много времени всё-таки проводила уже в тот момент в Америке, и я приехала на лето, а летом я очень часто общалась с своими двоюродными братьями, они начали надо мной подсмеиваться, говорят, всё-таки у тебя появился этот американский акцент, и даже не акцент, а такой говор своего рода. Вот наша американка вернулась, я говорю, какая американка? Я же россиянка, я из России, и активно начала, будучи в Америке, слушать различную там российскую музыку, чтобы не отставать. Чтобы не заполосаться, не зазвездить и не заполосатиться. Вот именно, вот именно. 65, 10, 99, 6, будем прерваться на вопросы слушателей, потому что вы действительно очень важный человек, и я уверена, что к вам огромное количество есть вопросов. Евгений, вы так долго ждали, вам слово. Добрый день. Здрасте. Скажите, пожалуйста, вот присоединили Новую Москву с 1 июля 2012 года и образовали особо охраняемую зеленую территорию. Она состоит из государственного лесного фонда, который раньше был, лесами. Вот вопрос такой, установили границы вот этой особо охраняемой зеленой территории, потому что раньше было постановление правительства Москвы, 424 ПП, от 22 08 2012 года, что было просто ориентировочно, ну, просто определили ориентировочно, где должна это быть, полоса. И в базах везде внесли, что вот это особо охраняем зеленые территории. И очень много некоммерческих дачных формирований, в частности, вот наши, я председатель там одного из них, попали на эти зоны, вот, а это земли в частной собственности, и нам официальные ответы дают, вот и Московая архитектура, и ваш институт, тоже я обращался, они дают, что до тех пор, пока не будет точно установлены, проведено межевание, точно установлены границы, пока не будет внесено изменений в это постановление, мы не снимем эти обременения, которые на вас наложили. Вот вопрос, есть когда-то установили вот это вот особо охраняемой зеленой территории. Спасибо, Евгения. Вот что могу сказать, сейчас как раз нашим институтом ведется две работы, которые в ближайшем времени все-таки на ваш вопрос ответят. Это две, первая работа по кадастрированию именно вот этих особо охраняемых зеленых территорий, то есть было такое, было постановление, но четкие границы в постановлении не прописываются, и кадастрирование как раз ведется, и здесь департамент имущества, именно к ним можно обращаться, и вот по поводу таких имущественных вопросов они смогут все детально ответить. Мы для них готовили этот материал. А если говорить еще более так глобально по поводу развития новой территории, наш институт за 13-й год разработал территориальную схему Троицкого и Новомосковского административных округов, где как раз вот эти все особо охраняемые зеленые территории там обозначены, тоже границы четко прорисованы и прояснены. Параллельно с этим там тоже для людей, которые беспокоятся за экологию на этой территории, там же обозначены леса, которые не являются особо охраняемыми зелеными, но мы посчитаем, что это все-таки наши деревья, их вырубать не надо, они тоже там обозначены. Но пока эта территориальная схема не утверждена, но думаю, что в ближайшее время в этом году все-таки будет утверждена и уже на этом будет юридическая основа, чтобы все вот эти вопросы были не просто так концептуальны, что скорее всего вот так или так, а уже будет утвержденное окончательное решение. Поэтому еще чуть-чуть и потерпеть подождать. Спасибо огромное. Карима Нигматулина, ИО-директора научно-исследовательского проектного института генплана Москвы у нас в Доле. После новостей вернемся. С нами в Доле ИО-директора научно-исследовательского проектного института генплана Москвы Карима Нигматулина, 65 10 99 6 московский телефон. Я очень прошу не задавать конкретные какие-то вопросы по тому, а как будет развиваться мой микрорайон, а что будет с моей улицей, а не вырубят ли деревья возле моей дачи. Потому что действительно эти вопросы можно не обязательно задавать директору. Можно задать как-то более локально и получить более конкретные ответы. Но если у вас есть глобальные какие-то вопросы, которые действительно касаются генеральных планов, то смело звоните и очень будет интересно с вами пообщаться. Как все-таки почему вы выбрали обучение в Принцентском университете? Почему вы решили учиться в Америке и не в России? Ну, знаете, у меня, наверное, такое было решение, когда я за на последних классах мне родители сказали у тебя есть несколько вариантов. Приезжай в Россию, будешь учиться в России, мы тебя будем поддерживать, все будет прекрасно. Есть возможность... А родители были в России уже? Они все-таки много времени проводили в России. У меня отец еще какое-то время был депутатом федеральным, поэтому он уже много времени проводил в России. А мама приезжала туда-сюда. Я много времени проводила со старшим братом, раз он на 15 лет меня старше, он по-своему как родитель для меня был. Вдил всю ситуацию. Кстати, научил меня готовить. Тоже за счет брата. Такой небольшой анекдот расскажу, как я научилась готовить. Меня брат кормил сосисками три дня подряд. Без гарнира одни сосиски. Ни кетчупа, ничего, ни хлеба, одни сосиски. Вот я на третий день научилась готовить. Сожгла первую свою кастрюлю, но научилась готовить. Поэтому у меня с братом очень... Спартанское воспитание. Но близкие очень отношения. Он довольно важный для меня человек. Всегда был примером. У него, кстати, сегодня день рождения. Ой, поздравляем. Да, сегодня... Ой, надо же как. Все отмечают день влюбленных, а у вашего брата двойной праздник. Да, да, именно так. Наши поздравления строгому брату. То есть, ну, в общем, правильно ли я понимаю, что помимо того, что вам, в общем, дали очень такое серьезное воспитание, ну, как сказать, академическое, что ли, да, традиционное воспитание, академическое образование. С вами никто особо не носился, не сюсюкался, да? Ну, как? Была поставлена задача. Нужно быть лучшей из лучших по учебе. Учеба должна быть номер один в возрасте. Вот именно, когда я в школе училась, должна быть номер один, должна быть золотая медаль. Это просто не обсуждается. И при этом ты должна сама все эти проблемы решать. Ну, все-таки у меня очень сильно поддерживала меня мама. Не то, чтобы с точки зрения там помогала решить, как формулы решаются или как там сочинение писать, но если нужно довезти, там, на машине довезти туда-сюда, на Олимпиады всякие. Она всегда очень много времени этому уделяла и говорила, что вот если нужно или там наклеить на какой-нибудь постер какие-то фотографии, она тоже готова была рядом со мной сидеть и доклеивать все эти постеры. Ну, а у вас не было такого протеста какого-нибудь подросткового, юношеского? Ну, что это такое? Ну, что за жизнь-то такая? От Олимпиады до уроков, от домашки до... У меня были хобби, которые даже до сих пор такое для меня серьезное хобби. Это я занималась танцами. Даже поделюсь таким секретом, что когда я закончу университет, у меня есть степень именно по танцам, поэтому я могу преподавать танцы современные. И я даже так думаю, может мне пойти и стать танцовщицей, преподавательницей. Многие мои друзья, которые со мной учились вместе по этому же направлению, сейчас профессионально выступают в Нью-Йорке. Но я все-таки понимала, что моя сила, я вот в математике, у меня вот просто получается. Шоу-бизнес подождет. Да, да. А танцы — это для себя, для души. Ну, я поэтому... У меня такая и танцы, и математика, и вроде бы и родители всегда поддерживали. Но было сказано, что либо лучший вуз в России, либо в Америке, это неважно, обязательно финансовая должна быть поддержка, потому что АТО учиться бывает очень-очень дорого. Куда можешь попасть, туда, туда. Но номер один должна стремиться попадать в лучшие-лучшие вузы. И вы выбрали Принстон. Да, я выбрала Принстон. Знаете, наверное, мне было где-то лет 15, и я первый раз приехала на кампус Принстона, и очень красивое место. То есть если там погулять, это вот именно все здания, у них такая готическая архитектура, везде... Хогвартс такой, да? Да, 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 да. И прям такое сказочное место. Я прям помню этот день. Голубое небо, солнце светит, такая красота, такие студенты везде ходят. Вот прям я думаю, я хочу здесь учиться. Вот что-то такое зацепило, вдохновило, и я решила, что вот обязательно, обязательно надо. Встречалась с различными профессорами, когда поступала. Я думаю, что все-таки стану физиком на тот момент. Просто так получилось, что потом перешла на математику. Встречалась деканом тоже именно физического их факультета. Очень интересно пообщались. Он тоже рассказал, какие есть у них исследования. А у них были вообще какие-то вопросы к вам, к вашему происхождению, к тому, что вы не американка? Знаете, нет. Вот это в этом смысле в Америке, особенно в научной сфере, такие вопросы не задаются. Признаю, что в дальнейшем, когда я уже работала, иногда вопросы задавались, что как так, из России. Ну, просто общалась с некоторыми людьми, которые старые закалки, что ли, может быть, их так называют, немножко другого поколения. В Америке. Да, в Америке. И которые, ну, все-таки возраста где-то уже 60-70, и они немножко по-другому воспринимают Россию. Именно к России такое непонятное было всегда отношение. А в большинстве случаев таких все-таки проблем не было. А интересно было учиться? Трудно? Учиться, знаете, вот в Принстоне мне учиться было, ну, интересно, трудно, но все-таки получалось. Вот когда я поступила в аспирантуру, я поступила в аспирантуру в MIT, и я, у меня все-таки такое было больше инженерное образование в Принстоне, и я поступила на математику. И такой переход от инженерии в более теоретическую математику у меня просто голова болела ой-ой-ой, я мучилась по ночам. А зачем вам такой нужен был? Не знаю, как слово эфемизм, слово геморрой я никак не могу найти. Зачем такие сложности? Все-таки вы девочка, хоть и у вас, да, высокообразованные родители и прочее, прочее, но все равно же, ну что? Знаете, у меня есть такая черта в характере, то, что я не умею, я должна научиться. В Принстоне для меня самая сложная была не математика, я тоже получила, то есть я как танцы, есть математика, а чувствовала, что не хватает какого-то понимания политических ситуаций, не умела очень хорошо выражать свои мысли, и поэтому у меня еще степень по направлению международное отношение и внутренняя политика. И это именно чтобы развязать язык, научиться выражать свою точку зрения. И вот я решила, что надо, потому что не умею, потому что не получается. Наверное, это какая-то такая черта, я овен, у овена всегда много, они все мы упрямые, но надо, чтобы надо, потому что надо, а как сдаваться нельзя, должно получиться. Иногда какие-то внутренние переживания, вот когда я в аспиранторе училась, переживаний было много. Наверное, родители могут подтвердить, что приезжала на праздники и прям вот опухшие глаза от усталости, что не всегда все получалось, но именно научиться, как вот, когда не получается, и перешагнуть через себя, и как-то отряхнуться, встать и пойти дальше, это очень-очень полезно. И мне каждый день помогает вот это умение, что, ну вот в этот раз не получилось, ну ничего, есть завтрашний день, сдаваться нельзя, и нельзя из этого делать трагедию. Это, мне кажется, те люди, которые никогда не проигрывали, они никогда не смогут достичь колоссальных высот, потому что, ну, если не ошибаешься, значит, не играешь, значит, не стараешься, значит, не выжимаешься на полную. Наверное, все спортсмены, которые вот тоже Олимпиаду смотрят, ну, для спортсменов тоже, если не упал ни разу, значит, не полностью выложился, поэтому падать надо иногда. 65, 10, 11, 9, 6, Татьяна, слушаем вас. Вы меня слушаете? именно вас, наконец-то. Очень приятно, да, очень приятно с вами общаться, спасибо, во-первых, большое, очень позитивное у вас гости сегодня. Директор. Да, да, даже не скажешь. Но вопрос у меня не самый позитивный, ну, точнее, отталкиваюсь я от такого повода. Москва очень сильно перенаселена, то есть это видно невооруженным взглядом, это видно, когда мы подлетаем даже на самолете вот там к Москве, вот этот московский регион, я имею в виду, да, но почему я говорю Москва, потому что все работают в Москве, вся Московская область почти работает в Москве, к сожалению. Вот, у вас западное образование, у вас, ну, шикарная, в общем, подготовка, теоретическая, практическая, скорее всего, но как вообще решается на уровне власти федеральный и вот местный такой вот глобальный вопрос? Просто в нашем мегаполисе все-таки некомфортно уже стало жить, особенно за последние, вот мне кажется, лет 7-10, вот последние 5 лет вообще уже прям предел какой-то. Вот работают ли над этим власти? Вот просто у меня складывается ощущение, что всех все устраивает, многоэтажные дома строятся, люди со всех концов страны едут, покупают это жилье, вот, многоэтажные микрорайоны растут, как на дрожжах, и, ну, вот я не знаю, просто в какой стране такой же вопрос вас услышали. И беспокойство ваше тоже, тоже понятно. На самом деле, летишь на самолете, когда подлетаешь к Москве, видны все эти панельные дома, 17-20 этажки, и иногда мы знаем, что вот эти новые строения, они не обеспечены социальной инфраструктурой, если посмотреть по нормативам, иногда тоже бывают некоторые нестыковки, и вы очень правильно подметили, что большинство людей из Московской области приезжают работать в Москву, и мы даже подсчитали, что где-то миллион 300, миллион 500 человек каждый день приезжают в Москву на работу, а это очень большое количество, потому что у нас в Москве работает всего где-то 6,5 миллионов, и то, что полтора миллиона из этого не из Москвы, это большая составляющая. Вот, и если говорить, здесь есть несколько факторов. Если мы посмотрим на Москву, и что может делать Москва для того, чтобы сделать жизнь более комфортной для тех, которые здесь находятся. У нас в Москве сейчас официальное население 12 миллионов, конечно же, очень много приезжих, но если посмотреть, вот именно сказать, по плотности населения, ну да, у нас Москва плотно заселена, но есть и другие плотно заселенные города, которые все-таки покомфортнее. У нас не хватает иногда, например, у нас много зелени, пропорционально, но эта зелень для каждого москвича, такого удобного парка, там выйти из дома и покулять. Как Централ Парк в Нью-Йорке. Да-да-да, у нас вот есть большие такие концентрации, тоже спальный район, это у нас такая панельная многоэтажка, и как-то больше ничего там нет. Каменные джунгли. А вот именно не хватает вот этой рекреации, вот этих различных других функций для комфортного проживания. Но ведь это же не вы в ответе за то, что вот наворотили, действительно, понастроили каких-то вот этих точечных застройок и всяких домов и прочее, а вам теперь все это разгребать? Это очень непростая задача, потому что, кстати, вот для нас, для института, пожалуй, с некоторыми нашими больными проблемами, что если сформировался такой спальный район, где у нас панельное там здание, ничего там нет, это вот прям вот только-только жилье. И что делать? Если прийти в это место и сказать, давайте мы с вами с населением, давайте мы вам начнем там какие-то рабочие места поблизости, какие-то кафешки, или если у кого нет метро, мы говорим, давайте метро довезем. А люди говорят, не нужно нам метро. Вы представляете? В Москве есть территории, где люди говорят, нам не нужно метро под окнами. Они не хотят стройку, да? Они не хотят стройку, и они говорят, давайте вот вы метро где-то, вот метров 500, 800 от нас. А там нет места? А там, например, места нет. И поэтому вот этот вопрос, он очень-очень непростой. Но есть это вот то, что Москва может сделать, чтобы максимально сбалансировать те балансы, которые сформировались. Но есть и федеральная политика, это тоже очень важная тематика, что нужно развивать другие города-миллионники. Я думаю, что такие программы, как вот высокоскоростные магистрали, ВСМ, это вот такие скоростные железные дороги, которые могут связывать Москву с другими городами, они смогут развивать вот эти другие города-миллионники. Все-таки Москва столица и столичные функции, ну, как это Париж, например, во Франции, тоже столица, большая, самый крупный город, сконцентрированный по населению, по всему. Но то, что есть легкие связи между другими, с другими городами, экономические драйверы тоже должны развиваться в других городах-миллионниках, и тогда баланс у нас сохранится. То есть нужно обязательно поддерживать другие города, чтобы Москва не стала единственным-единственным центром в нашей стране. Но при этом все равно строительство нового жилья продолжается, и для этого места в Москве есть. Ну, если посмотреть, у нас же тоже есть и ветхий жилой фонд, который довольно большой. Все-таки посмотреть, какие у нас были периоды строительства. Вот у меня отец, например, вырос в комнате, когда семья, он с двумя братьями в маленькой-маленькой комнате. А нужно же было жилье построить, а теперь это жилье стареет. Продолжим после новостей. Оставайтесь на феномен. Ужасно мало времени осталось на общении с Каримой Нигматулиной. У нас в гостях его директора научно-исследовательского проектного института генерального плана Москвы. Скажите, пожалуйста, вот народ, конечно, дико интересуется вашим знакомством с Биллом Гейтсом. Правда ли, что вы на него работали и как вы познакомились? Что вы вообще делали? Да, да, правда, правда, работала. Я, когда закончила аспирантуру в МАИТ, у меня были исследования, я строила различные математические модели для изучения распространения инфекционных заболеваний и для улучшения оптимизации системы здравоохранения. И как раз, как некоторые, наверное, знают, он занимается благотворительностью, вкладывают большие-большие деньги. И один из его вопросов, как сделать так, чтобы вот эти деньги были потрачены не зря, а давали максимальный эффект. И поэтому такой подход, математика, который занимается моделированием, ему был очень интересен. Меня пригласили как научного сотрудника в такую компанию, которая называется Intellectual Ventures, хотя она больше занимается коммерческими проектами, но через эту компанию у нее есть благотворительный такой сектор, и там финансируется этот сектор именно им. Я сначала была научным сотрудником, там чего-то, что-то строила, какие-то свои модельки, расчеты, но потом убедила его, что необходимо создать команду и выстроить такое программное обеспечение, которым смогут пользоваться люди именно в сфере здравоохранения, не математики, а те, которые принимают решения, чтобы у них был инструмент, который позволял им рассматривать различные сценарии того, как можно вложить в деньги, например, закупить вакцину или какие-то лекарства, или, может быть, больше поликлиник сделать. И где какой эффект, чтобы они могли это промоделировать, посмотреть на результаты, принимать самое лучшее решение. А для него это, конечно же, очень полезно, значит, он вложил свой доллар и эффект будет максимальный. Хотя, наверное, многие говорят, у него же денег так много, зачем ему эта эффективность? Но если посмотреть в масштабах, например, всей Африки и столько людей, которые там находятся, если его даже миллиардов не хватит. И вообще, было очень, конечно, с ним поработать. Опыт уникальнейший, человек просто гениальный. А почему вы тогда не остались в Америке, вернулись в Россию? Ну, знаете, я вообще люблю, когда сложный-сложный проект, который нужно поставить на ноги. В тот момент у меня уже проект выстроился, вот я была одна, у нас 45 человек в конце работало, слаженная команда и программисты, и математики, и биологи, и монологи, ну, все-все-все-все-все, кто нужен для составления такой программы. И уже выпустили первую ее версию, одобрили Всемирной организацией здравоохранения. И как-то вот встали на рельсы. Я решила, что надо вернуться в Россию, у меня здесь родители, это моя родина, нужно поработать на свою страну. Я как-то всегда знала, что вернусь, потому что американское образование это, конечно, хорошо, и я именно ждала такого момента, когда я смогу вернуться и что-то здесь делать. Я вот не могу бумажки носить с одного стола на другой, меня это просто выводит из себя. А как же вы тогда оказались в чиновниках? А вот знаете, я познакомилась... Тем более в архитектуре. Я познакомилась на каком-то... Я все-таки прилетала последний год перед тем, как вернуться сюда в Россию. Я вела сотрудничество, еще у меня был такой проект в атомной энергетике и просто помогла связать Росатом с американской компанией такой Терра Пауэр, тоже, которая финансируется Билл Гейтсом. И приезжала в Россию довольно часто, весь, можно сказать, одиннадцатый год, раз в месяц была здесь. Познакомилась с Маратом Кирзянчевым Хуснулиным, он зам мэра по градостроительной политике, и он начал... Я ему что-то рассказала, как вот методические подходы с экономикой, с математикой, с моделированием, как это хорошо, что можно спланировать город более эффективно, принимать более правильные решения. А он сказал, а поди-ка и спланировали. А он сказал, говоришь, хорошо, а вообще ты готова этим заниматься? Это рассказывать-то всем легко, все готовы просто прийти и сказать, а вот надо так, а ты можешь? Я как так опешила немножечко от такого предложения, несколько месяцев подумала, и поскольку предложение было все-таки стать зам директора, это не просто бумажки носить, и он сказал, что я буду обязательно к тебе прислушиваться, а не просто ты будешь сидеть у двери и ждать минутки, когда хотя бы хоть секундочку у меня вырвут моего внимания. Ну, я сказала, ну, если вы готовы прислушиваться к моему мнению, конечно, на мою родину, на город, где я родилась, конечно, я готова поработать. Это как-то, можно сказать, гражданский долг. Слушайте, но вы пришли все-таки на достаточно высокую позицию, а через год и стали его директора в достаточно такую, ну, как мне кажется, может быть, вы меня опровергнете, ну, говоря обычным языком, в такую тугую структуру, да, то есть достаточно косную, достаточно бюрократичную, где люди сидят десятилетиями, да, где есть некие, там, специалисты, которые еще при Советском Союзе Москву устроили. Трудно было вписаться, вам юный и такой вот легкой, такой совершенно по-другому, по другой модели существующей, западной. Ну, что я могу сказать, институт генплана, он вообще имеет две части, есть молодежь и есть поколение, которые работают там очень давно, и молодежь, кстати, она была даже до моего прихода, просто, может быть, не всегда к ней так прислушивались, но я хочу сказать, что есть вот эти специалисты, которые работают давно, они уникальны, они знают город лучше, чем кто-либо, они знают, почему, 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 почему было принято такое решение. Вот эта история, она очень важна, город же не развивается за день, и просто забывать про вот эту историю нельзя. Мы даже выпустили книжку специально сейчас про историю градостроительства Москвы, потому что если не понимать историю, то в будущем решение принимать правильно нельзя. Вам пришлось как-то свой авторитет завоевывать? Ну, конечно, но, наверное, что очень важно, я понимаю, что я не градостроитель по образованию, и моя роль именно создать команду, которая работает на благо города. У нас была одна из проблем, просто, что некоторые эти отраслевые разделения, они работали по отдельности, не всегда в одной команде, и моя задача именно создать командный дух, чтобы все вместе работали. Я не смогу принимать окончательные решения, да это и неправильно, чтобы один человек принимал все решения, для того и нужны специалисты. Они должны прорабатывать все очень глубоко, детально, понимать все нюансы и представить эту информацию так комплексно, чтобы было принято окончательно, правильно утверждено, вот самое-самое оптимальное решение. Но вот это склеивание команды, оно, мне кажется, у нас удается, у нас средний возраст в институте похвастаюсь, 37 лет. Прекрасно. Поэтому идеально. Есть и молодые ребята, которые вот, руководители тоже возглавляют отделы, они все очень-очень молодцы, по ночам сидят, работают, да и команда, которая была до этого, они тоже прекраснейшие специалисты, очень хорошо разбираются в своем деле, и, наверное, было важно то, что к ним просто я готова прислушаться. Иногда они бывают обиженные, до этого иногда были обижены, что их просто не слушают. А это же тоже сказывается, когда специалист говорит, что я единственный профессионал, занимаюсь этим 40 лет, а меня никто ничего не спросил. Слушайте, но у вас, конечно, задача, ведь вам надо не только склеить свою команду, вам нужно склеить в глобальном смысле желание народонаселения, его претензии, амбиции девелоперов, какие-то федеральные и, не знаю, правительственные, городские программы. И вы, конечно, не только, ну, не между Сциллой и Харибдой, а вообще, не знаю, просто в пасте Усмауга постоянно находитесь. Как вам удается вот это все, каким-то образом вообще не просто сочетать, а в этих условиях что-то еще делать, как-то двигать эти тектонические пласты? Ну, работа очень непростая. Наверное, из-за этого я сижу на работе по ночам, у меня с рабочей график с 8 утра, там, до 10, 11, 12. Преимущество возраста. Да, 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 это очень сильно помогает. Но, может быть, иногда не все в идеале получается, поэтому я считаю, что мнение жителей, оно здесь помогает, потому что если мы что-то не досмотрели, ну, жители должны высказать свою точку зрения, к ней нужно прислушаться. Ну, и я считаю, что нужно использовать новые технологии, они нам помогут немножечко облегчить этот процесс, что, например, собирайте различные данные сотовых операторов, как вариант для того, чтобы больше понимать передвижение людей, что нельзя думать просто про те исторические методы, как вот официальная статистика, что нужно думать про другие, там, например, вот социальные сети, которые существуют, тоже с них информацию как-то собирать по поводу того, какие связности у нас есть в населении, откуда люди куда приезжают, то есть нужно думать немножечко по-другому, нельзя только... Нужно смотреть, как пульсирует жизнь города. Да, 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 то есть есть такие интересные исследования, где, например, твиттер, люди, в каких местах они ставили свои вот эти твиты, это те места, которые более посещаемые, более интересные, это тоже же информация, полезная для размышления, поэтому мне кажется, нужно как-то не зацикливаться на исторических методах, использовать новые технологии, привлекать людей, которые хорошо понимают город, и просто, как это, слушать всех максимально, нельзя думать, что вот у меня есть одно правильное решение, и вот просто двигаться вперед, никого не выслушать. Но у вас есть вообще право, скажем так, я не знаю, скептического голоса, да, когда вам, когда генплану приносят, утверждение какой-нибудь очередной проект, очередного, какой-нибудь микрорайона, в который же вложены деньги, в котором заинтересован бизнес, бла-бла-бла-бла-бла, вы можете сказать, нет, ребята, так дело не пойдет, вот этого не сможете здесь построить? Да, у нас мы именно сидим за этим столом, можем высказать свою точку зрения профессионально, но хочу подчеркнуть, что все-таки мы не политики, некоторые политические решения, мы просто, а может быть, даже мы что-то и не знаем, система политическая, она очень сложная, могут быть какие-то там коммерческие интересы, до конца, которые мы не понимаем, даже может быть, какие-то есть экономические завязанности между городом и инвестором-девелопером, которые просто исторические, и мы не можем их все учесть, мы именно подходим с точки зрения градостроительства, градостроительных решений, а вот эту экономическую часть мы все-таки полагаемся на правительство. Дай вам Бог здоровья, Карима Нигматулина, директор ИО, пока, но директор научно-исследовательского проектного института генплана Москвы была сегодня с нами в доле силой терпения.